На сегодняшний день во многих регионах России введен карантин. Это необходимая мера предосторожности. В Ингушетии, напомню, отменены все массовые мероприятия. Такие меры борьбы с вирусом, как показывает практика других стран, эффективны. Есть и та категория граждан, которая подпадает под особый карантин. На сегодняшний день у нас находится на карантине, на самоизоляции. Мы 196 человек. Это люди, которые прибыли из стран неблагополучных. Или которые могли контактировать при перелете. Они могли в самолете контактировать с людьми, которые, возможно, болели коронавирусной инфекцией. Но на сегодняшний день в республике Ингушетия, как я уже сказал, случаев заболеваемости нет. Люди, попавшие под подозрение, в обязательном порядке должны быть в домашней изоляции две недели. Выходить из зоны карантина строго запрещается. Для официально оформленных работников государство подготовило специальные условия оплаты больничного, а также его оформление. Для оформления электронного больничного листа гражданину, прибывшему с другой страны, или гражданину, проживающему совместно с этим человеком, нужно просто написать заявление в электронном виде в личном кабинете Фонда социального страхования. Он может, если у него нет доступа к личному кабинету, любой человек, у которого есть доступ к личному кабинету, может за этого гражданина по доверенности написать это заявление, подать заявление в электронном виде. Это строго касается граждан, которые работают, то есть застрахованных граждан наших. По истечению двух недель пациент, получивший медицинское заключение об отмене угрозы коронавируса, может в свободной форме выйти из зоны карантина. Продолжение следует...